ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хам... Мам... Кто здесь? Да не пугайся, Саша, это я, твоя коллега. Фу, что, уже пора программу начинать? Ну, ты странная, конечно, пора, Саша. Ты не заболел случайно? Да нет, я просто хотел побыть в одиночестве, и это время так быстро пролетело. Доброе утро, губерния! В этой студии вас приветствует интроверт Саша Конрадь. Да, любительница шумных, больших компаний Саша Байдаченко. Я, конечно, любительница компании Саш, но и в одиночестве тоже нахожу прелесть. Люблю сочинять музыку, книжки почитать, просто подумать за чашечкой кофе. Да, это правильно. Друзья, берите пример Саши, и действительно нужно иногда выделять времечко для себя любимого. Сегодня мы в нашей программе поговорим о том, как это делать правильно, как это делать эффективно. Ну, естественно, один на один только мы и вы, дорогие телезрители. И наши гости, естественно. Ну, а пока спросим, когда жителям нашей губернии приятно находиться в одиночестве. Моменты, когда мне хочется как-то, знаете, подумать, принять Ивану как-то, какой-то уход за собой организовать. Когда погода плохая на улице, хочется быть дома одной. Наверное, когда думала о смысле жизни. Лучше, чтобы никто не мешал, чтобы была одна. Наверное, вечерний, холодный моменты и приятно. Почти всегда. Когда все хорошо, прекрасно, когда счастье. Вот, к примеру, была бы погода, без ветра падал снежок, такой, знаете, крупный, как хлопок, что ли. Прям было бы шикарно. Вот такой момент, хочется попить какао, посидеть в уютной обстановке. Предпочитаю общение, больше с другими людьми. Половина одного выходного. Когда наступает время приятного одиночества, мы сразу сломя голову летим в социальные сети, посмотреть какой-нибудь любимый сериальчик. Ну, знаете, друзья, это как-то все банально. Вот сейчас мы с Сашей подкинем вам парочку необычных увлечений, которые тоже можно разучить в гордом одиночестве. Когда у меня будет больше времени, Саш, я обязательно брошусь, сломя голову, заниматься резьбой по скорлупе куриного яйца. Да-да. Готовая работа выглядит словно подделки ювелирных мастеров, но и сделала такую красоту по силам только настоящему ювелиру, обладающему терпением, талантом и аккуратностью. Аккуратность, я как раз из таких. Это точно. А как насчет пинкаустики? Это необычный вид рисования, в котором в качестве чернил используют воск, а роль кисти играет разогретый утюг. Круто, да? Казалось бы, что может получиться на выходе? А получается шедевры, которые вполне могут претендовать на экспонаты выставки художников-авангардистов. Рукодельницы тоже не сидят на месте, а вяжут. Ну, не носки, знаешь, и шапочки банальные. А выходят на улицы города и обвязывают деревья, скульптуры, заборы, лавочки, мосты, автомобиль, велосипеды и урны для мусора. Это движение называют ярнбомбинг. Вот что значит, накупил большое количество клубочков с нитками. Ну, я прежде чем выходить на улицу, узнал бы прогноз погоды. Дождь и мокрый снег ожидаются в Самарской области во вторник. Днем столбики термометров покажут плюс 2, минус 3 градуса, что на 8 градусов выше климатической нормы. Ночью температура воздуха составит плюс 1, минус 4 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7,12 метров в секунду. На севере и западе в дневное время от 0 до 1 градуса мороза. На востоке и юге 0, плюс 1. В Самаре синоптики прогнозируют осадки. Столбики термометров покажут днем 0, ночью минус 5. На дорогах гололезятся. Атмосферное давление ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха почти 90%. А в нашей студии наш постоянный любимый эксперт. Елена Галайда, кандидат медицинских наук, врач-диетолог. Человек, который учит нас правильно питаться. Доброе утро. Доброе. Тема переедания актуальна и по сей день. Елена, скажите, одиночество может быть причиной этого недуга? Если мы затрагиваем какие-то психологические аспекты, а не только диетологические, организационные, так скажем, то, конечно же, да. Наверное, истоки такого поведения пищевого могут идти из детства, когда ребенок, допустим, в силу, опять же, каких-то особенностей, там, родители заняты, много работают, не уделяют должного внимания, ребенок не во взрослом возрасте, а взрослый человек, ищет какие-то альтернативные пути утешения, когда еда его не обидит, еда ему не ответит. Ну, условно скажем, как-то так. Конечно, психологи, психотерапевты могут гораздо больше рассказать на эту тему, там свои особенности. Но, кроме того, есть определенные опросники, которые выявляют тип пищевого поведения, они актуальны именно при избыточном весе, когда человек действительно осознает, что это уже становится причиной. То есть, допустим, если мы человеку с нормальным весом такой тест-опросник проведем, то результаты могут быть недостоверными. А именно при определенных таких вот сложных, назовем их, взаимоотношениях с едой уже можем применить и выявить типы пищевого поведения, так называемые. Ну вот, один из моих любимых опросников, которые я часто в практике использую, это голландский опросник пищевого поведения, который выявляет три такие вот пищевые стратегии. Так скажем, ограничительный тип переедания, эмоциогенный, так называемый, экстернальный, когда человек на разные стимулы реагирует. Либо ему нравится внешний вид рекламы, допустим, пища его стимулирует, либо как раз какое-то эмоциональное перегорание, когда на работе большие проблемы. Ну то есть вот внутренние причины, они могут быть разные. Вы видели шоколадочку? Как настроение повысилось, да? Давайте разбираться, как же бороться с этой проблемой, с проблемой переедания. Есть какие-то универсальные советы? Каждый случай индивидуален. Разумеется, каждый случай индивидуален, но есть общие векторы, с которых мы начинаем, и в канву которых в любом случае каждый случай, наверное, клинический, пытаемся организовать. Я не устану повторять о том, что мы можем сколько угодно заниматься риторическими вопросами, но если сам человек, мы же не будем с ложкой за ним ходить, правильно? Если у него нет понимания, как выстраивать свой рацион, одно дело он не хочет, другое дело он не знает. Так вот, если он знает, если он этими знаниями обладает, и пусть не все сразу, но хотя бы маленькими шагами начинает что-то выполнять в нужную сторону, это уже половина успеха. Конечно, если человек сам не справляется, и с помощью диетолога именно по коррекции питания тоже мы стопроцентного результата не имеем, то, разумеется, показана консультация психотерапевта для выявления как раз-таки каких-то глубинных переживаний и их проработки. То есть показаны разные типы психотерапии. Это бихевиоральная, когнитивная психотерапия, то есть разные моменты прорабатываются. Но в целом повторюсь, что метаболизм выравнивать и устаканивать свой именно ритм жизни и ритм питания обязательно нужно. А важно ли человек сидит за столом один или в компании, когда непосредственно за обедом или за завтраком, это как-то влияет на наше пищевое поведение? Конечно, влияет. Это влияет на комфорт потребления пищи, опять же, на удовлетворение, что человек, если, допустим, в семье, опять же, мы не берем, не гребем все семьи под одну гребенку, так скажем, но если, допустим, есть какие-то разногласия и члены семьи начинают есть в разное время, они от этого друг от друга отдаляются, получается, и вот это напряжение растет, и утешение в еде становится все больше и больше, и это становится все больше потребностью, так скажем. С другой стороны, как раз-таки при экстернальном типе пищевого поведения вот внешние стимулы, они играют большую роль, то есть, может быть, это именно не семейные приемы пищи, а какие-то коллективные, допустим, на работе перекус с коллегами или это какой-то праздник, день рождения, Новый год, когда действительно есть избыток, и все едят, но у всех же разные потребности, разные цели здоровья, соответственно, в каких-то случаях человек просто не может себя контролировать, исследовать своим целям и поддается вот этим вот внешним воздействиям и ведет уже немножко неправильное пищевое поведение и подкрепляет тем самым его. Давайте сделаем небольшой перерыв, прервемся на сюжет и продолжим эту интересную тему. Ворон-граф – постоянный обитатель Самарского детского эколого-биологического центра. Интервью на камеру эта гордая птица давать отказалась, а вот напугать нас ей ничего не стоило. Подражать своей родственнице Вороня, издавать звуки мобильного и лаять, как чапа, которая сторожит станцию юнатов. Граф умеет виртуозно. Биолог Светлана Давыденко на своем веку воспитала немало таких птиц. Не скрывает, у графа скверный характер. Может, допустим, попить воды и тут же плюнуть на тебя водой или стряхнуть клюв. Новый закон о запрете содержания хищных птиц в домашних условиях только на пользу человеку и ворону. Специалисты утверждают, приручать птиц семейства Врановых – бесполезное занятие. Мощным клювом они разрушают все, что попадается им на пути. Источают при этом ужасный запах. Можно только помочь раненой или умирающей птице выжить, но жить вместе под одной крышей невозможно. Тем более в квартире. Просторный вольер на улице – другое дело. У нас в основном все птицы, которые к нам попадают, это подранки. Тоже очень такие истории грустные. Вот, допустим, ворона у нас подстрелили в Сергиевском районе. Нашел житель перед Новым годом. Это в прошлом году. Позвонили мне в декабре на новогодние праздники. Он его закрыл в бане и месяц он у него сидел там. Когда доставили ее нам, мы отнесли специалистам-ветеринарам, и оказалось, что у него в крыле была пуля, то есть дробь. И птица страдала, конечно, поэтому достаточно сложно такой птице, которая потеряла доверие к людям, люди, которые причинили боль и страдания, очень сложно потом будет восстановить это доверие. Добро творит чудеса. Хороший, дай горошек. Дай, дай горошек. Все эти внушения воронам, конечно, не помешают, но характер птицы не исправить. Все врановые, своенравные хищники. Очень избирательны и корыстны в общении с людьми. Все же, если вдруг придется встретить на своем пути раненую птицу, можно попробовать ее спасти. Итак, инструкция от специалиста. У них очень острый крыльев, как бритва. Поэтому, конечно, нужно накрыть птицу, чтобы она ничего не видела. Тогда она не так будет возмущаться. И аккуратно накрыть чем-то таким, очень плотным, ну, курткой, например, либо еще, и желательно, конечно, в перчатках плотных, и посадить в коробку. Коробка не должна быть очень просторной. Если перевозить ее недолго, то коробка не должна быть просторной, чтобы птица там не билась. Следующий шаг – звонок экспертам. Нашли раненую птицу? Позвоните в Самарский зоопарк, Самарское отделение Союза охраны птиц России, и, конечно, областной детский эколого-биологический центр. Марина Баркова, Роман Апарин. Программа «Утро губернии». В эфире «Правила Буравчика». Наверняка каждому из вас хотя бы раз звонили на зойливые рекламщики, на то и мошенники. Сегодня советы, которые помогут вам ответить на холодный звонок так, чтобы вам больше не позвонили. Полетели? Вы можете сказать, что вы недееспособны, и вам нет 18 лет. По регламенту продаж оператор обязан верить всем словам клиента. Если тот говорит, что недееспособен, ему нельзя возражать. Ни одна компания не может работать с такими лицами, только с их опекунами. Еще одна причина не звонить клиенту – его несовершеннолетие. Законы большинства стран предполагают, что на подобные рекламные звонки у компании должно быть ваше письменное согласие, которое у них, конечно, не окажется. Обычно свое нарушение колл-центра оправдывают акцией «Приведи друга», в рамках которой кто-то из ваших знакомых мог поделиться вашим номером. Не бойтесь и просите исключить ваш номер из их базы обзвона. Цель всех холодных звонков – ваши деньги. Если сказать, что вы несостоятельный банкрот, оператор точно быстрее положит трубку. Если же вам сообщают о выигрыше бесплатного отпуска в Таиланде, например, скажите, что недавно получили судебный запрет на выезд или ожидаете суда. Установите специальное приложение. Например, TrueColor отслеживает каждый входящий звонок с неизвестным абонентом. Программа проверяет номера среди собственной базы данных о рекламщиках, коллекторах, мошенниках и отзывах к пользовательской программе. Если данный номер входит в черный список, то программа отклоняет звонок, не тратя ваше время и силы. Самым смелым предлагаем способ поразлечься. На вопрос оператора «Как к вам можно обращаться?» ответьте «Господин президент». Вы увидите, как их предложение станет звучать намного привлекательней. Господин президент, наш банк предлагает вам выгодные условия. Представиться можно кем угодно, например, Чубакой или Никитой Михалковым, здесь главная фантазия. Так же, как в арабских странах, действует закон тройного талака. В холодных звонках существует регламент по обработке трех возражений клиента. Пара считается официально разведенной только тогда, когда муж три раза произнесет слово «талак». Трижды ответив в течение разговора «мне это неинтересно», вы исчерпаете запас оператора по отработке возражений. С вами был Саша Буравчик. Мои правила работают. Мы продолжаем нашу беседу с Еленой Галайда о том, как же не передать и как садиться на диету. Правильно, да? Да, действительно. Еще такой есть нюанс. Мы в течение дня можем есть по расписанию, спокойно сидим на диете. Вот, скорее всего, формулировка такова. Потому что если человек себя, конечно, очень сильно ограничивает, создает себе такой гипокалорийный, первую половину дня гипокалорийную, то, разумеется, вечером он будет хотеть есть, и уже когда он один, когда его не отвлекают какие-то, допустим, дела рутинные, количество просмотров холодильника может увеличиться, как говорится, как говорится в шутке до бесконечности. Поэтому именно пропорциональное, равномерное насыщение пищи дня пищевого является своего рода гарантией того, что вечером избытка приема пищи не будет. Плюс одно дело у нас движок пищевого поведения – завтрак, другое дело – ужин. Когда человек на ужин ест много, сытно, с избытком, то, разумеется, он завтракать не хочет. И ужин начинает доминировать. Поэтому постепенно, если вы себя в этой ситуации узнали, то начинаете отрабатывать завтраки. Пусть это сначала будет совсем небольшая порция, но со временем, когда это станет доброй пищевой привычкой, все станет на свои круги. Как подготовить себя к диете? Мы же не можем просто взять и ограничить себя в обрезанных продуктах. Или все-таки это возможно? Либо нужно постепенно, потихонечку подготавливаться к этому периоду жизни? Если мы говорим о снижении веса, если мы говорим о каких-то таких самых простых распространенных стратегиях без погружения в функциональные узкие практики, то ограничения должны быть просто по факту полезны, не полезны, вот с таким общим подходом. То есть все мы знаем, что избыток колбасных изделий, субпродуктов, каких-то покупных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, выпечки, это не есть полезно. Но мы всегда говорим о том, что нельзя постоянно. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. Что же можно? Когда мы говорим и проговариваем каждый пункт о том, что можно и что нужно, это становится акцентом, тогда мы говорим не о диете, а о именно стиле питания. Правильно. А диета, в нее можно уходить, когда, допустим, ну какой-то период замедленного снижения веса возникает, то есть уже метаболизм адаптируется, нам хочется немножко себя подстегнуть, тогда действительно очень точно на 2-3 дня можно сделать гипокалорийную диету. Именно диета уже с ограничением, это будет какой-то монодень, достаточно такой монотонный, равномерный, с ограниченным выбором продуктов, но потом мы опять снова возвращаемся в рациональное питание, назовем его так. Да, интересная такая встряска эксперимента для организма. Кстати, может ли быть причиной недостаток витаминов переедания как раз? Разумеется, может. И может, и является зачастую. То есть так называемое ожирение без ожирения, когда антропометрический человек в рамках нормы, индекс массы тела, по которому мы оцениваем пропорциональное соотношение роста и веса, укладывается в какие-то такие референсные значения, но при этом при проведении биомпедансного анализа от определения состава тела выявляем снижение мышечной массы и избыток жировой ткани. Это как раз говорит о таком вот субклиническом ожирении. Его нужно обязательно коррегировать в том числе, то есть если мы говорим о движении, то это физическая нагрузка равномерно пропорционально, не избыточная ни в коей мере, но в каком-то объеме дополнительном. И, разумеется, дотация минорных веществ, витаминов, микроэлементов, как кофакторов метаболических обменных реакций. Без них, разумеется, метаболизм замедляется, и достижение наших целей встроенного веса все менее возможно. Елена, спасибо большое. Какое интересное направление еда и сложное в то же время. Спасибо огромное за ваши советы, лайфхаки. Будем стараться придерживаться правильного питания, все-таки не переедать и на ночь не наедаться. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Привемся совсем ненадолго, затем вновь вернемся в нашу студию. Лучший мой подарочек – это ты, скажет любой влюбленный накануне 14 февраля. Но в этот романтический вечер, конечно же, хочется устроить для любимого человека что-то особенное. Интересным подарком на 14 февраля для своей второй половинки будет эксклюзивная пена для ванн в форме винной бутылки. В данной серии представлено три вида пены. Одна из них – это искрящаяся радость. Данная пена приготовлена на масле алтайской оглепихи и арктической малины. Алтайская оглепиха глубоко увлажняет, делая кожу более упругой и бархатистой. Арктическая малина освежает и обновляет кожу. А вскоре после этого мы снова отправимся выбирать подарки для любимых. И снова органическая косметика отечественного производителя станет отличным выбором. В нашем магазине представлена сибирская косметика для настоящих мужчин. И здесь представлен уже как готовый набор состоящий из шампуня, гелия и тонизирующего крема для лица. Так можно собрать из отдельных продуктов данной линии. Обратите внимание на нашу новинку – маска глина для бритья 2 в 1. Продукт появился не так давно и уже успел получить награду как лучший мужской продукт для бритья в 2019 году. Здесь присутствует в составе белая глина и органическое масло сибирского кедра, успокаивает и защищает кожу. А арктическая полынь глубоко очищает и дарит чувство свежести. Большинство женщин вдумчиво и тщательно выбирает средства по уходу, много внимания уделяя отзывам других покупательниц и информации от консультантов в магазине. Что же до мужчин, то среди них по-прежнему много тех, кто предпочитает готовые решения, которые экономят драгоценное время. Не за горами 8 марта к нам поступили подарочные наборы из нашей органической сертифицированной линии на гидролатах и сибирских растениях. Прекрасным подарком для каждой девушки будет набор на гидролате «Даурская роза». В наборе присутствуют три продукта по уходу за лицом, в составе которых одним из важных компонентов выступает органический гидролат «Даурской розы», который оказывает глубокое увлажнение, придавая коже упругости и эластичность. Также гиалуроновая кислота, которая разглаживает и выравнивает. Спонсор рубрики – бренд натуральной органической косметики «Натура Сиберика». «Натура Сиберика» – это широкий выбор косметики для кожи и волос, созданный на основе экстрактов дикорастущих растений, собранных в Сибири и других отдаленных уголках мира. Качество и натуральность продукции подтверждено многочисленными международными сертификатами. Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Роман Еремкин, руководитель спортивно-туристического клуба «Вело Самара» и Павел Кедрин, член организаторской группы «Гонки Тур по краю». Доброе утро, ребят. Доброе утро. Рассказывайте скорее, чем же занимаются велосипедисты зимой. Мы видим, что вы без дела не сидите и организовываете какие-то турпоходы. Готовитесь? Ну, основная часть велосипедистов зимой все-таки либо переходит на лыжи, но часть остается либо кататься, ну, как я вот до работы езжу, да, ежедневно, ну, кто-то на станок, вот. И плюс, конечно, разработка маршрутов на все лето. То есть нужно специально какое-то оборудование? Какая-то шипованная резина, может быть? Да, нет, серьезно, шипованная резина, она есть и вполне устойчиво себя держит. Ох, как здорово. Как водитель реагирует на таких экстремалов? Ну, для того, чтобы они вот, например, ко мне проще относились, я себе букву КУШа сзади повесил, вполне более-менее адекватно. Уважаю, да? Все, отлично. Павел, Роман, рассказывайте, что за гонка, что за проект Тур по краю, как вы к ней готовитесь, и это атрибуты предстоящих покатушек? Ну, это атрибуты любого велотуриста, да, то есть особенно те, которые ездят в группу. Ну, это, понятное дело, для безопасности идет шлем обязательно, вот. Для всего снаряжения идут сумки либо на велосипед, ну, либо в том числе рюкзаки. И там уже кто во что гораст. Судя по такому снаряжению, гонка не один день идет. Не один день, да. Ну, именно Тур по краю, да, на двухдневный для совсем новичков, вот, а для любителей, профи и спортсменов три дня. Павел, как подготовка проходит? Когда состоится гонка? Гонка состоится с 9 мая. Угу. Вот. То есть участники уже регистрируются, либо есть какие-то постоянные команды, может быть? Сейчас мы узнаем, что самое главное. Регистрируются и командами, и в соло. Угу. То есть можно просто присоединиться к вам, написав в интернете, да? Ну, да, есть специальный форум, есть специальная тема группы ВКонтакте, где заведомо не следует регистрация. Вот. Чтобы мы понимали, сколько мы участников ждем, да, потому что мы рассчитываем количество воды, которую нужно брать с собой. Вот. И, конечно же, понимать, сколько номеров делать, потому что, в любом случае, мы для каждого готовим карту с объектами, то есть где, что им нужно посетить. То есть мы сами предварительно еще в течение предыдущего сезона прокатываем район новый, который будем исследовать. Вот. Посещаем все села, которые есть в этом районе, находим местных жителей, узнаем, какие у них есть памятники, потому что достаточно много интересных объектов появляется. Ну, вот, кроме памятников Великой Отечественной войне, да, посвященных, есть памятники каким-то великим людям, да, для этого села. Вот. Памятник, например, основательной деревни Индураю. То есть мы вот тоже удивились, но достаточно, то есть как бы люди уважают того, кто создал. То есть гонка превращается в такую краеведческую экскурсию. Но вы уже устраиваете их уже больше десяти лет. Вы за это время, мне кажется, всю область объездили уже. Нет, нет, у нас много сел, у нас много что еще есть посмотреть. И, ну, процентов 30-40 нам еще нужно объездить. А как составляется маршрут? Вы выбираете какие-то свои любимые места, либо неизведанные? Там есть глобус, на котором Самарская область вот так крутит, и Паша потом... Ну, она же большая, ты не забывай. И Стравка, отлично. Нет, мы выбираем район по возможности доставки участников, чтобы было всем комфортно. То есть это привязка обязательно железной дороги, потому что электричкой нам добираться, ну, самим участникам гораздо проще. И плюс мы же рассчитываем на то, что потом этим маршрутом будут пользоваться и другие участники, которые не спортсменные, а просто хотят именно поездить, посмотреть. И, конечно же, одно дело, когда там есть машина, куда ты выехал, там катаешься. Да, а другое дело, когда вот есть возможность сесть в электричку, доехать до пункта и там уже прокатиться. В общем, сразу несколько зайцев убиваете. То есть этот маршрут фиксируется, и потом попадает в базу, и можно туда проехать. Да, 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 все в этой же группе. Удобно. Ну, вот Паша может подробно рассказать, как мы разведываем саму трассу, в какие места выезжаем. Да, интересно, расскажите. Да, мы выезжаем командой, правда не всей, на разведку. То есть приезжаем по тем местам обязательно, где будет проходить гонка, все там разведуем, как, что. Потому что бывает такое, что приезжаем, а в прошлом году там можно было проехать, в этом уже все, размыло. И приходится искать пути объезда и даже построить новую трассу. Ну, как жители местные реагируют на велосипедистов, на людей, которые интересуются этими местами? Кто-то очень сильно удивляется, потому что они не знают сами, что у них есть в деревне. Даже так? Да. Вот. А так некоторые даже с радостью рассказывают, что и где, показывают, куда именно поехать смотреть. Ну, и сколько раз обращались за помощью, ну, именно как велосипедисты участники воды попить. То есть не во всех поселках есть колодцы вот именно в открытом доступе. Все доброжелатели, да, помогают, подсказывают. Ну, и самое главное, мне кажется, после того, как ты пройдешь непосредственно путь, устроить, значит, палаточный лагерь, поставить, что вот в этом процессе происходит, мне кажется, это самое интересное. Костер, может быть, расходить, какие-то песни поете. Ну, песни это за редким исключением, потому что все-таки участники устают за весь день, потому что не всегда погода солнечная и ветер попутный. В большинстве случаев наоборот. Вот, ну, что здесь получается? Участники везут снаряжение в основном сами на себе, вот, то есть это палатки, спальники, вот, поставьте пример. Это спальник? Да, это спальник, хорошо ужатый, вот, но он единственное, что рассчитан на плюс 15 комфорта. Вот, то есть понятно, что тот, который потеплее, он будет побольше. Вот, там же еще идет пенка, туристическая посуда вместе с горелкой, вот газ под нее, да, велоинструмент минимальный, который необходим, вот, более серьезный инструмент велосипеда мы с собой берем как организаторы, чтобы была возможность участникам подчиниться. Ну, кто-то с собой вот термос берет, вот, кстати, вчера, то есть 12 часов назад чай заварили, но сами видели, еще пока горячее. Практически, я не знаю, дом на колесах, можно так назвать. Ну, конечно, желаем вам удачи, чтобы продолжалась эта гонка, тур по краю, чтобы было большое количество участников, надеемся на новые маршруты. Ну, мы, наверное, сразу поделимся секретом, да, потому что мы еще не раскрывали, где будет проходить в этом году гонка, а это, значит, опять же, продолжаем Кенель-Черкасский район разведывать, захватываем Богатовский район и Порский. Отлично! Ребят, удачи вам, большой успехов, хорошей дороги. Ровный, самое главное. Это точно. Мы прервемся совсем ненадолго, а затем нафернемся в нашу студию. Доброе утро, губерния! В студии вас приветствует утренний ведущий Саша Кондратьев. И Саша Байдачный, и мы продолжаем искать варианты для счастливого времяпрепровождения. Еще парочка необычных увлечений, которые можно заняться в свободное время. Вот, когда я уйду на пенсию из кадра, я буду заниматься, знаешь ли, телебомбингом. Ого! Автор необычного увлечения, житель Лондона, Поль Яроу, на протяжении уже пяти лет развлекает себя охотой на телерепортеров. Говоря точнее, Поль выискивает по городу съемочные группы, и во время прямого включения или записи стендапа встает, как истакан, на заднем плане. Весело. Ну, такие есть и в нашем городе представители. Американский инженер Чак Лэм после просмотра детективного сериала решил, что хочет, как актеры ленты, притворяться мертвецом. Сказано, сделано. Он продумал несколько образов и провел пробную фотосессию. Лучшие снимки отправляли в сеть и получали миллионы лайков от толп фанатов. Да уж, позитивненько. А следующее хобби появилось в Китае. Любители и владельцы собак стали раскрашивать своих питомцев цветными красками и стричь их таким образом, что в результате они становились похожими на экзотических животных. Ну и, конечно, скрасит любое одиночество заплыв в тыкве. Необычный способ проводить свободное время появился благодаря осеннему фестивалю урожая в Германии. Теперь осталось вырастить 90-килограммовую тыкву и вперед на Волгу. Ты знаешь, плыть по Волге одному – это прекрасно. Вода, солнышко, легкий ветерок – красота. А вот когда вам приятно находиться в одиночестве, мы сейчас узнаем из запроса. Моменты, когда мне хочется как-то, знаете, подумать, принять ванну, какой-то уход за собой организовать. Когда погода плохая на улице, хочется быть дома одной. Наверное, когда думала о смысле жизни. Лучше, чтобы никто не мешал, чтобы была одна. Наверное, вечерние холодные моменты. И приятно. Почти всегда. Когда все хорошо, прекрасно, когда счастье. Вот, к примеру, была бы погода, без ветра падал снежок такой, знаете, крупный, как хлопок, что ли. Прям было бы шикарно. Вот такой момент. Хочется попить какао, посидеть в уютной обстановке. Предпочитаю общение. Больше с другими людьми. Половина одного выходного. В нашей студии Георгий Миронов, куратор волонтерских проектов. Доброе утро. Доброе утро. Да, мы сегодня говорим о счастливом одиночестве, но волонтерство – это все-таки не про одиночество. Ну, как сказать. Когда ты начинаешь новые проекты, порой немножко идешь по пути полного сопротивления. И когда я начинал свой главный проект, который сейчас немножко коррелирует с вами, он тоже медийный рассказывает о волонтерстве в городе Самара, начинал я в полном одиночестве. А расскажите об этом проекте поподробнее. Ну, это волонтерское информационное объединение. Когда еще только закончился стафета Олимпийского огня, которая была в Самаре, и волонтерство в городе практически пропало, начиналось только создаваться новой организации, не было возможности ни у студентов, ни у школьников узнать, где что происходит. Все остальное было через чаты ВКонтакте. И если, грубо говоря, ты не отходишь к людям, которые… ну, к школьникам, студентам, которые активисты, которые везде все и сразу, ты не найдешь, что происходит в городе. То же касается и вас. Очень часто узнаю у знакомых из разных медиа, которые не знают, что происходит в городе от слова «совсем». Поэтому я просто создал группу-агрегатор ВКонтакте, которая собирала бы информацию обо всех мероприятиях, активах и прочем, что происходит в городе. Происходит в городе очень много. На самом деле, порой даже удивляешься, как много у нас происходит. Все говорят, ну, Самара – маленький город, такая большая деревня, ничего у нас не происходит. Копни чуть глубже, побудь с Мишником и узнаешь, что у нас происходит. У нас просто невероятное количество событий, невероятное количество акций, организаций, где можно поучаствовать, где можно кому-то помочь. Ну и просто провести время с кем-то, познакомиться или сделать что-то полезное. Сейчас все больше и больше их, а, ну, к сожалению, методы оповещения все старые. Поэтому большинство акций, акций, проектов остаются даже неосвещенными. То есть вы помогаете продвинуть самарские мероприятия, какие-то интересные события. Вы один все это делаете, либо уже получилось собрать команду? Да, сейчас уже получилось собрать небольшую команду из нескольких людей. Мы занимаемся этим, и уже, поскольку, ну, скажем так, это поставлено на поток, знаем, где искать информацию, как ее публиковать, чтобы было понятно. То сейчас переходим еще, что сами занимаемся организацией мероприятий. Здорово. Вот как раз есть возможность сейчас вспомнить самые яркие проекты ушедшего года. Давайте поговорим о них. Самые яркие мероприятия. Что запомнилось в 19-м году? У вас есть машина? Да. Вы, наверное, тогда должны знать, что Волжское шоссе очень часто летом перекрывается из марафона. Вот практически все марафоны и забеги, которые проходили летом в городе Самара, курировала я вместе со своей командой. То есть мы набираем волонтеров и помогаем проведению спортивных мероприятий. Также в прошлом году, в 19-м, получается, проходил чемпионат России по боксу среди мужчин 18-40 лет в МТЛе был. Это тоже помогали делать мы. В декабре, по-моему, сейчас не скажу, какого числа, был Горелла Фа Чемпионшип, это бои ММА, тоже помогали. То есть как-то вас больше по спортивным мероприятиям. Ну да, мы чисто для себя выбрали спортивное направление и занимаемся чисто спортом. То есть это событийное волонтерство и спортивные мероприятия. А также, ну, как я уже сказал, это оповещение, освещение мероприятий, которые происходят в городе в принципе. Важно ли волонтеру быть креативным человеком? Вы знаете, это все зависит от человека и от функции. Волонтер – это все-таки помощник, ему не обязательно быть креативным. И если человек достаточно зажатый, ему неприятно, ну, будем честно, неприятно общаться с людьми, он хочет просто пообщаться с животными и как-то помочь, ему не обязательно быть креативным. Просто достаточно желание помочь что-то сделать. Угу. Но мы прервемся ненадолго. Прямо сейчас Юля Север расскажет, где все-таки ценят креативность и где она важна. Посмотрим ее сюжет. Экзамен по математике, зачет по физкультуре, контрольная по русскому языку. Сессия в самом разгаре. Только здесь оценивают вовсе не знания студентов, а их смекалку, чувство юмора и умение быстро принимать решения. Такая креативная сессия традиционно проходит в Самарской областной юношеской библиотеке. Этот год не исключение. День студента здесь отметили более ста человек. Креативная сессия у нас проводится ежегодно. Проводится она, конечно, для студентов. В основном это средне специализированные учебные заведения. И это своего рода станционная игра, во время которой ребята посещают различные локации. И на этой локации сдают предметы, но, разумеется, в креативной веселой форме. Это своего рода не только проверка знаний. Это такой яркий классный праздник для молодежи, который мы устраиваем каждый год. Несколько станций, на каждый свой экзаменатор. Оценивают строго. Вот аудитория, где принимают зачет по логике. Задача студентов – собрать кубик Рубика или решить другую головоломку. Этой группе не повезло. Вытянули сложный билет. Первый вопрос для разогревки. В каком году изобрели, собственно, эту головоломку? И как она называется? Не только поломать голову, разгадывая головоломки, но и продемонстрировать физическую подготовку. На зачете по физкультуре никаких кроссов или отжиманий. Все гораздо креативнее. Десять кеглей, один мяч. Чем больше собьешь, тем выше оценка. А я со своей зачетной книжкой уже прибежала на экзамен по мэнцологии. Не знаете, что это? Серьезно? Это же великая наука о мэмах. Итак, тяну билет. Не смешно? Ну, видимо, не сдала. А вот, пожалуй, самая желанная станция. Каждый студент здесь задерживается надолго. Еще бы, научиться делать сахарную вату. Это же мечта детства. Эмоций очень много. Мы прошли семь станций. И были на физкультуре, и были на актерском мастерстве, и были на каких-то смешных, разнообразных мероприятиях, конкурсах. Много эмоций, радости. Кушали сладкую вату, сделали сладкую вату. Я первый раз крутила ее. Мне понравилось. Я это уже научилась. Приду сюда еще. Пока сессия закрывается на отлично. Сессия, да, закрывается отлично. Оценки пока троек, двоек нет. Сдал сессию на отлично, заслужил стипендию. По итогам самые креативные участники получили призы и диплом настоящего студента. Юлия Север, Виктор Соколов, «Утро губернии». Мы продолжаем беседовать с Георгием Мироновым, куратором волонтерских проектов. Мы выяснили, что для волонтера, в принципе, креативность – это не самые важные качества. А что самое важное? Нужно быть добрым человеком? Неравнодушным? Ну да, самое главное – отзывчивость. Просто желание помочь что-то сделать, либо научиться чему-то новому. Это вот самое важное. И вы знаете, наверное, даже все-таки желание больше важнее. Если человек пришел просто на мероприятие, чтобы, не знаю, благодаря ВУЗу или СУЗу закрыть зачет, он вряд ли чем-то будет полезен. Да, он сделает что-то полезное для ВУЗа, он сделает что-то полезное для себя, но в рамках общей организации вряд ли чем-то поможет. Такое существует в любой работе. Есть лидеры, есть аутсайдеры, есть кто работает посередине. Это везде так. А почему вообще люди становятся волонтерами? Какие причины? Может быть, одиночество является одной из причин? Ну, знаете, на самом деле одиночество тоже является одной из причин. Во-первых, я все-таки работаю с подростками, и ко мне приходят подростки, которые не могут найти себя в каких-то других сферах. И они хотят заниматься чем-то интересным, чем-то полезным, там, где им могут сказать спасибо за то, где они потратили время, что-то сделали полезное, приятное. Ну, также и интересы. Кто-то идет в спорт, потому что ему интересен спорт. Кто-то идет ближе к социалу, потому что ему интересно социальное направление. Либо уже из молодежных активных проектов перерастать в молодежную политику и заниматься политической карьерой. Ну, или также просто интересные животные. Либо, наверное, одно из самых сложных направлений – это поиск пропавших людей, которым занимается Лиза Алерт. А с какими трудностями приходится волонтеру сталкиваться в ходе его работы? Можете отметить? Волонтеру? Ну, наверное, с трудностями того, что когда ты первый раз приходишь, не совсем понимаешь, что от тебя нужно. И когда мероприятие большое, неважно, ну, это именно, наверное, событийное, тебе кажется, что тебя поставили на точку, которая абсолютно неважна. Взять любой, допустим, забег. Ты стоишь на самом дальнем развороте, на самом дальнем пидстопе, через тебя пробежит всего лишь 10 человек, которые бегут 40 километров. Но если хотя бы не будет там стоять человека, который будет подбадривать, наливать водичку или просто дожидаться и смотреть, чтобы они не убежали дальше, эти 10 людей могут потеряться. И такие случаи постоянно происходят на соревнованиях, к сожалению. И просто вот эта вот недооцененность своей работы. Когда ты организатор, ты видишь всю картину. Когда ты волонтер, ты видишь только часть. Тебе кажется, что ты находишься вот в самой отдаленной точке, и ты здесь никому не нужен. Но порой эти моменты самые важные. В общем, волонтеры разные нужны, волонтеры разные важны. Конечно, самое главное понимать, что вы являетесь частью большой команды. Спасибо вам за ваше такое нужное и важное каждому из нас дело. Спасибо огромное. Я вам спасибо. Мы продолжим наш эфир, и у нас есть Саша совет. Если вы не знаете, чем заняться в одиночестве, плетите гобелены. Гобелены, конечно. А если не знаете, как плести, вам сейчас подскажут. В советское время большинство гобелена в стране создавались в Прибалтике и на Западной Украине. Именно там начинал работать Алексей Бандура. Сначала как художник. Но вскоре он понял, что золотое правило гобелена – хочешь сделать хорошо – сделай сам. Ведь мастер зависим от материала, а успех часто кроется в спонтанных идеях. У меня нет в достатке тех ниток и таких толщин, как мне нужно. Поэтому я для каждой работы, исходя из композиции, я подбираю нитки. И мне могут попасться нитки, но того цвета, как мне надо, они будут другой толщины. Некоторые я распускаю потоньше делаю, некоторые, наоборот, потолще. Почему? Потому что, ну, во-первых, я сам делаю свои. Вот первые три гобелена я сделал чужими руками в Решетиловке, в Полтавской области. Там все одинаково. Вся ниточка одинаково. Ну, все. И там можно было делать классический вот этот гобелен. Шпалеру, как ее зовут. Но я понял, что это не то, что мне надо. О гобелине часто говорят, что он неотделим от интерьера. Но Бандура за долгую жизнь часто видел, как обесценивались, снимались и истлевали заброшенными сделанные в советское время патриотические шпалеры. Поэтому мастер уверен, что гобелин, сделанный для конкретного места, уже больше нигде не сгодится. И предпочитает работать над самостоятельными тканами-композициями. Не каждый интерьер выдерживает какой-то гобелин. Это сто процентов я даже на себе, так сказать, знаю. Вот это первое. Второе. Слишком трудоемкая работа, чтобы относиться к ней вот так вот. А, я сейчас тут две ниточки. Нет, нет. Это, если я каждую работу делаю где-то полтора-два месяца, а некоторые больше, вот. Ну, извините, ну что, я буду что-то делать? А бы время что-ли провести или как-то? То есть я буду, естественно, серьезный какой-то сюжет там. Раз я столько вот спиной висижу, и вот это, правильно? Вот, это раз. И из-за этого, конечно, редко кто рискует вот сесть, потратить столько времени, столько средств. У Алексея Бандура открылась уже четвертая выставка в Доме культуры «Чайка». Я так считаю, что неважно, где это, на управе или там в каком-то зале национальном там каком-то и так далее. Люди-то везде одинаковые, и мы все это делаем для кого? Для людей. А здесь ценно еще то, что и школы водят экскурсии, и просто люди, здесь много кругов, просто люди с детьми приходят, все. Ну, я же для кого делал? Не для какой-то комнатки, где вот кто-то один будет смотреть это. Каждый гобелин заставляет зрителя задуматься. Где-то ему потребуются конкретные знания, а где-то просто ассоциации. Звечная тема. Вот кто главнее, кто сильнее и прочее, прочее. А там вот сидят женщины времен матриархата. И матриархат, как оказывается, был больше намного вот по жизни, вот в истории человечества и так дальше. Вот они наблюдатели, даже не мы. Мы же очень коротко времени. Вот если человек не знает, вот откуда вот эти вот утрированные скульптуры, вот женщины, матерь там и так дальше, и ему это становится непонятным. Елена Шишкина, Дмитрий Столяров. Утро губернии. До скорых встреч, друзья. Не засиживайтесь в одиночестве сегодня. Всем хорошего и продуктивного дня. С вами был Саша Кондратьев. И Саша Пайдачев. До встречи. Пока-пока. Ну все, а теперь иди. А что это ты меня выгоняешь? Я хочу остаться один, наедине вон с теми булочками с вареньем. А вот и не уйду. Костюм ведущему предоставлен магазином мужской одежды «Бастон». Магазины «Бастон» – это достойный выбор каждого мужчины. Вас приятно порадуют доступные цены, широкий выбор ассортимента, индивидуальный подход к каждому клиенту. Безупречный крой и комфортный силуэт – вот основные отличительные особенности марки «Бастон». Магазины «Бастон» находятся в ТЦ «Мегасити», ТЦ «Аврора» и ТК «Амбар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова